Радио Болтком Доброе утро! Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком и в эфире традиционная программа, благотворительная программа «Зеленая лампа». Ведут ее сегодня Ольга Авдевич, я Рита Трошкина. И помогает наша программа сегодня собрать средства на лечение от очень тяжелого заболевания Инны Тепурвинской, которая живет в Сауспелсе. Она юрист, полтора года она борется с этим тяжелейшим заболеванием. Сейчас для нее в немецкой клинике подобрали специальную терапию, иммунотерапию и иммуновакцинацию. Она лечится и в Латвии, и в Германии. И единственное, конечно, что нужны большие средства для этого, поэтому мы включили телефон зеленой лампы на две недели для Инны Тепурвинской, телефон помощи 9306384, стоимость звонка евро 42 цента. А с нами сегодня помогает нам включать зеленую лампу очень интересная гостья. Известная художница латвийская Дита Лусе. Дита, доброе утро! Доброе утро! Буквально перед самым локдауном у Диты Лусе открылась очень-очень интересная персональная выставка. Называется она «Соприкосновение во времени». И мы очень надеемся, что как только закончатся ковидные ограничения… Они закончатся. А они закончатся в любом случае. Эту выставку можно будет посмотреть в галерее Музеем ЛЛВ. Можно будет… Вот мы хотим привлечь внимание наших радиослушателей, что очень интересна будет такая возможность. И мы… Это очень… Такой оригинальная идея и проект. И мы решили поговорить с художницей и использовать тему выставки как повод порассуждать о семейных ценностях, о ценностях наших жизненных вообще. Дита использовала старые письма и фотографии. Дита, расскажите нам про вашу выставку. Как идея вообще-то появилась? Идея довольно давно уже меня как бы волновала, и я хотела что-то с этим делать. Но можно сказать, что пандемия поработала на пользу, потому что началась изоляция. И не я одна. Многие люди, сидя дома, начали разбирать старые фотографии и письма. И я этого делала уже раньше, но теперь наконец-то было… Ну то есть год назад примерно было очень много, достаточно времени, чтобы полностью погрузиться в это. Меня действительно очень всегда интересовало такое явление, как унаследованные воспоминания, если так можно сказать. То есть есть вещи, которые мы помним сами, и есть вещи, которые мы очень ярко вспоминаем, хотя это мы знаем только из рассказов наших родителей или прародителей. И иногда такие унаследованные воспоминания, они как бы меняют или влияют на наши отношения на жизнь. И я об этом много как-то думала, и наконец-то я поняла, каким образом я могу эти свои размышления и то, что я чувствую, показать в искусстве. Ну так это началось. Это было начало выставки. То есть генетические воспоминания, да? Можно сказать так, нет? Такие как генетические, да. Ну знаете, хотя бы такой совсем простой. Я помню, я помню, как с детства всегда мы ехали на дачу и всегда покупали, конечно, еду с собой и огромное количество хлеба. Потому что в моей семье есть это воспоминание о голоде. И уже моё и моё мамино поколение не испытывало это. Но как такое унаследованное воспоминание это действует ещё до сих пор. Адита, а вот связь времён, насколько важна она и в жизни, конечно, и в искусстве, да? Связь времён, то есть корни наши мы должны помнить всегда. Вот как Ваше размышление по этому поводу? Ой, для меня это очень важно. Я как-то чувствую себя в каком-то, в какой-то мере связанно со своими предыдущими поколениями. Не знаю, мне трудно сказать, как у других людей, но чувство у меня такое, что, может быть, у меня это даже сильнее, чем у тех, с которыми я об этом рассказывала, разговаривала над этой темой. Мне очень тоже кажется, это важно, потому что, понимая, что было перед тобой, ты как бы себя лучше понимаешь. Это как-то совсем практически, может быть, не повторяешь те же самые ошибки, что делали предыдущие поколения. Ну да, и понимаешь себя, понимаешь, как это будет продлиться вперёд и дальше. И такое, да, даже не знаю, как это передать, это такое чувство, что есть эти потомственные явления. И, может быть, в каком-то смысле это и есть во мне такая реакция на то, что теперь, ну, в наше время, ну, такое краткое, вся это, ну, скажем, поколение телефонное, да, Инстаграм-поколение. Да, мы как бы, с одной стороны, тоже прекрасно, мы радуемся этому моменту, да, и мы хотим вот этот момент как бы быстренько… Быстро живём. Зафиксировать, показать, порадоваться. А в каком-то смысле мы теряем то, что есть это долгосрочное, как бы чувство, чувство времени как бы такое спокойное и продлённое. Дита, вот вы помните момент, когда вы решили приступить к проекту, вот вы взяли коробку со старыми фотографиями, да, открыли. Вот какие ощущения вы испытали? Ой, там такая гамма ощущений, там, трудно передать, там. И, ну, любовь к людям, которых я вижу в этих фотографиях, и, ну, к тем, которых уже нету. И сразу все эти воспоминания. И вот это тоже одно из то, что тех… Я изменяюсь за свой плохой язык, но не хватает слов. То, что я хотела показать в выставке, то есть то, что ты берёшь и ты смотришь на что-то, и эти воспоминания, они как такая волна находят, и ты уже не видишь то, что ты… На что ты смотришь глазами, видишь что-то совершенно другое в этот миг. И, ну, конечно, такая тоже в каком-то смысле такое сентиментальное чувство тоже отношение к моим родным. Ну, насчёт, может быть, насчёт этих писем, может быть, я хочу… Расскажите, да, да. Да, это письма, это письма моих дедушки и бабушки. Они, когда началась война, они… Деда, давайте уточним, что ваш дедушка очень известный в Латвии человек. Это Маврик Вульфсон. Да, да. Мой дедушка и моя бабушка, они встретились, когда у них было лет 15. И влюбились друг в друга. И очень сильно. И поженились напротив желаниям их семьи. Такой настоящий рассказ Ромео и Юллета. И у них родился сын. И через шесть недель началась война. Ну, как вы уже знаете, мои прародители были с маминой стороны. Это евреи. Для них приход немцев был смертным приговором. И мой дедушка посидел бабушку с ребенком в поезд. Как бы в эвакуации. Думали, что эвакуация будет долго убился. Потому что не верили, что дальше немцы зайдут. А поезд продолжал дорогу на восток. И бабушка, в конце концов, была в Татарии, в Мамадыше. Она пережила первые годы. Ну, ужас. Голод. Грязь и пши. И все это, чего она в жизни никогда не испытывала. И дедушка пошел на фронт. И они потеряли связь между собой. И через пару месяцев им удалось найти друг друга. И потом они начали писать каждый день. И письма пропадали. Конечно, это понятно. И они пишут, можно читать, пожалуйста, пиши чаще. Но они писали уже каждый день. Это огромное количество писем. И в них есть все. Там есть и любовь. Там есть... Измисомс. Не могу найти слова. И ужас. И бесконечная тоска по друг другу. И такое. Деда, потрясающая история. Спасибо, что вы делитесь. Потому что это важно. Но сегодня очень важно всем. Знать, слышать, помнить. Ну, напомним, что наша программа сегодня посвящена помощи Инетти Пурвинска. Ей 44 года. И сало спился она. У нее онкологический диагноз. И по нашим стандартным протоколам никак не получается какого-то прогрессивного лечения. И наши врачи совместно с немецкими сейчас подобрали очень индивидуальны на основе исследований очень подробных схем лечения для Инетти. Но это очень дорого. Потому что сами препараты и вот эти иммунные прививки, они дорогие. Нужно чуть больше 50 тысяч евро. Это на полгода. В фонде Be Open в благотворительном открыт официальный счет, с которого будут оплачиваться это лекарство. И сейчас мы объявляем акцию помощи на две недели. И будем просить всех радиослушателей заглянуть, может быть, на нашу страничку в Фейсбуке «Зеленая лампа», поделиться этой информацией там на русском и на латышском языке. И будем надеяться, что в ближайшее время мы соберем. Это вообще вопрос спасения жизни, потому что это уже второй этап лечения. То есть на первом этапе Инета обратилась в онкологическую клинику, специализированную в Германии. И там ей подобрали индивидуальную схему, такую экспериментальную иммунотерапию плюс иммуновакцины. В Латвии она часть процедур делала, но ей приходилось каждые две недели летать в Германию, потому что иммуновакцины делаются на месте и в течение двух часов должны использоваться. И вы знаете, этот первый этап лечения, он был безумно дорогой. Это просто даже страшно озвучивать. Она собирала деньги с помощью друзей и совершенно незнакомых людей в соцсетях. И помогла ей очень компанией, в которой она работала. ЛНК Индастриэс. Ин это юрист по образованию. И первый этап дал очень хорошие результаты. То есть остановилось развитие болезни, ремиссия наступила. И сейчас врачи сказали, нужно продолжать обязательно. Если вы сейчас бросите, то все может вернуться обратно. Надо до победного конца. И вот эти 52 тысячи на полгода, она очень верит и надеется, что она соберет. Мы говорили о семейных ценностях. У нее замечательная семья. У нее дочка, которая, она говорит, это мой ангел. Она со мной все время рядом. Она держала меня за руку после операции. Она готовила. Она была со мной рядом. И у нее еще есть мама, которая живет в Илуксте. Мама медик. Но она сейчас на пенсии. Но она не может сидеть на пенсии. Она пошла, она работает в пансионате для одиноких пожилых людей. И ухаживает там за ними. Вот такая вот семья. И все они очень дружные. Еще, как сказал, у нас собачка и кошечка есть. То есть вот так все дружные. И если посмотреть на фотографии Инны, ты на нашем сайте MixNews.lv, вы увидите, она все время улыбается. Вот она прислала нам много фотографий. Но там нет ни одной фотографии, где она без улыбки. Это потрясающая молодая женщина. На нее просто смотреть даже радостно. Вот такое ощущение, что она и болезнь несовместима. Поэтому очень хочется ей помочь. 930-6384. Телефон помощи. И вот раз мы говорим о важности благотворительности. Дита, вы вот тоже недавно отозвались на призыв благотворительного фонда. Есть такой Grata Art Foundation. Это вот как раз при галерее, где будет ваша выставка, которая, мы надеемся, откроется все-таки. Руководит Юлия Ерейска, тоже друг нашей программы. Вы давали свою работу для благотворительного аукциона. Там собирали деньги на операции для слабовидящих людей. Почему вы решили принять участие в этой акции? Как вы вообще к благотворительным инициативам относитесь? Ну, абсолютно, на 100%. Я поддерживаю благотворительные акции. Слушая то, что вы только что рассказывали, сердце просто сжимается. Хочется помочь сразу. И я думаю, это просто такое обязательное человеческое, это долг, просто наш долг — помогать тем, кому труднее в этот момент. И если у тебя есть возможность, это просто необходимо, это надо делать для себя. И тем, что ты для себя это делаешь, ты помогаешь другим. Так что, когда галерея обратилась тоже насчёт этой акции, я не сомневалась ни один миг. Это не единственный случай, конечно. Дита, а как вот ваше личное мнение по опыту? В принципе, ну как вот сейчас, женщина должна быть сильной, да? И вроде как с проблемами надо справляться самостоятельно. Или всё-таки не стесняться просить о помощи окружающих? Ну, я думаю, это не вопрос, женщина или не женщина. Я думаю, что вообще, мне кажется, что просить о помощи — это тоже требует какой-то силы. Потому что я думаю, мы все как-то чувствуем, что окружающее мнение такое, что человек должен справиться сам. И преодолеть это общественное мнение, это требует какой-то силы и понятия, что важно. И, конечно, всегда человеческая жизнь важнее всего другого. Мы сейчас хотим сказать спасибо нашим радиослушателям, читателям, всем нашим коллегам, всем людям, которые нас поддержали на прошлой неделе. Мы забирали, обращались за помощью для девушки Софии, которой 18 лет. Она тоже борется вот с неожиданно два года напавшим на неё очень тяжёлым заболеванием. И было собрано в несколько раз больше денег, чем было заявлено. А вот эти цифры просто потрясающие. За неделю 21 299 евро. На благотворительный телефон наш поступило, вы подумайте, только 2778 звонков. И это составило сумму 3445 евро. То есть спасибо вам. Низкий поклон от мамы, от Софии, от нас всех. Потому что это не просто доброе дело. Это действительно, как Дита сказала, мы для себя делаем, у нас есть потребность, мы делаем. Но если кто-то не может помочь, там как-то перечислить какую-то денежку, не все могут сегодня, это понятно, все тяжело живут. И звонок сделать тоже. Ну кто-то может, кто-то нет. Ну кто-то посылает просто добрые мысли. Они тоже доходят до человека. Вот это абсолютно точно. Спасибо вам. Ну да, и вот на этой неделе наши добрые мысли и какое-то такое соучастие и сочувствие нужны вот этим трем женщинам. Самой Иннете, ее дочке и ее маме. Эта семья состоит вот из трех женщин, которым сейчас нужна очень поддержка. А наши гости известная художница Ирена Лусе. Дита Лусе. Дита Лусе. Я, да, вопрос мой такой, что ваша мама, известная художница Ирена Лусе, как она вот к этому вашему семейному художественному проекту отнеслась? Ну, я думаю, она с интересом наблюдала, что я делаю в каком-то смысле. И я думаю, не думаю, знаю, что ей нравилось это все, что я делаю. И нравилось то, что я как бы, ну, в каком-то смысле не даю пропасть этим воспоминаниям. И, ну, может быть, для нее что-то показалось, ну, другим как... Ну, конечно, мои воспоминания — это одно, ее воспоминания — это другое. Я показываю сквозь свои воспоминания, это уже целое поколение дальше. И мое отношение к моим прародителям другое, чем ее отношение к тем же людям, ее родителям. И поэтому я думаю, что в каком-то смысле, может быть, она увидела моими глазами что-то по-другому, чем она сама чувствовала, чувствует. Но я думаю, да, я чувствовала поддержку. Лита, а вот у вас был очень интересный проект, участие в очень интересном проекте с таким названием «Вирус счастья». Расскажите, пожалуйста, уже само название интригует. Что это был за проект? «Вирус счастья»? Так, я должна... Это была выставка, в которой несколько художников участвовали, и вы в том числе. Да. «Арт-Алея галерея». Как вы сказали последнее, извините. «Арт-Алея галерея». Да, а да, «Вирус счастья». Да, это еще было, по-моему, до начала настоящего вируса, по-моему, да. Да, да. Ну вот так нельзя играться с такими словами, да, вообще. Но потом не знаешь, чем это скончать. Что для вас в понятие «счастье» входит? Счастье... Не смогу одним словом ответить. Это, наверное, во-первых... Ну, счастье — это, конечно, моменты. Я думаю, что счастье — это такие моменты, когда ты вдруг всем телом, всей душой получаешь это ощущение счастья. С другой стороны, конечно, счастье — это если всё в порядке, я думаю, если так можно выразиться, что всё хорошо, всё в порядке. Но это мы не ощущаем как счастье. Это мы ощущаем как так нам... Привычно так, да. Или так полагается. Да, да, да. И только когда этого больше нет, тогда мы вдруг понимаем, что это было счастье. И, ну, да, ну так, я думаю, счастье в таком осознанном виде эти моменты. Вчера вдруг этот потрясающий тёплый день, наконец-то, и ты чувствуешь это солнце, и хочешь там постоять и почувствовать ещё на минутку дольше этот миг счастья. Вы знаете, очень интересно. Вот мы, когда готовим нашу программу, мы каждую неделю сталкиваемся с новой какой-то историей человека, который попал в беду. Это дети или взрослые. И вот когда случается эта вот беда, да, со здоровьем, и эти люди, они, вот как вы сказали, они начинают совершенно по-другому смотреть на жизнь, на вот эти моменты счастья. Меняется внутренний мир. И вот Инна-то тоже нам очень подробно говорила о том, как она изменила своё отношение к жизни, как она начала оценить каждый моментик, который существует, жить здесь и сейчас. И радоваться тому, что рядом есть близкие люди, мама и дочка. Вот это, конечно… Ты, как она сказала, я раньше была таким трудоголиком, работа, 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 всё время бежишь, 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 а тут тебя раз и остановили, да, вдруг неожиданно так и больно остановили. И ты понимаешь, что смысл не в этом, не в этом. То есть нельзя ставить там какую-то работу, это очень важно, и самореализация очень важна, но это нельзя ставить на первое, наверное, место. Говорит, вот солнце, вот весна, вот цветы расцветают. Вот это важные моменты, которые мы должны запоминать. То же самое, что говорите вы сейчас. А вот о моментах счастья, да, Дита, можно я очень хочу просто вслух прочитать название ваших картин с этой выставки, потому что это само по себе уже такое очень, получается, поэтический изобразительный ряд, если это приблизительно вот просто каждый может себе представить. Дорога воспоминаний, история ступенек, отражение Лиссабона, окно воспоминаний, молодость, любовь, сёстры, семейный портрет во времени, в саду, друзья детства, звуки лета, начало, под деревьями, кукла, завтрак в саду, занавески, фуанты. Как вот у вас рождались сюжеты? Ну вот какие самые трогательные воспоминания? Вот обрисуйте нам какой-то сюжет. Ну, скажем, одна картина, которая называется «Детство», это картина, где, если так можно сказать, в двух слоях есть одно из писем, фрагменты одного из писем, то есть письмо из сороковых, и над этим второй слой — это фотография уже из 50-х. Это моя мама и её друг, её детство, и они оба как бы в деревне, лето, там есть этот, ну, можно чувствовать, что они под деревьями, потому что эти цени, ну, как бы свет, который между листьями трогает детей, и они смеются, ну, рады. И это тоже можно было чувствовать, вот этот абсолютно момент счастья для них. И это было только лет десять, даже меньше после окончания войны. Мама это вспоминает, что они были бесконечно бедные в это время, и, ну, с нашим временем сравнить вообще нельзя. Но в то же время это не мешало им быть очень-очень счастливым. Это вот одна из картин. Дита, а вот письма, то есть вот вы как арт-объект, как художественный такой объект исследования, использовали эти письма, написанные вручную, в том числе фронтовые треугольнички. А вот вы лично можете вспомнить, когда вы последний раз писали письмо от руки кому? Или когда вы получили письмо? То есть сейчас это кажется уже какая-то просто и в нашей жизни другая реальность? Да, это совершенно другая реальность. И тогда следующий вопрос сразу, ну, вот письмо, которое я пишу по имейлу, даже если это личное письмо, это не то. Да, это потому что то, о чём вы говорите и о чём мои работы, это когда ты берёшь бумагу, пишешь, ставишь в конверт. Очень давно, действительно, очень давно. Мы иногда оставляем, ну, как бы записки друг к другу, да, и в семье, и так, но письмо я действительно давно, стыдно признаться, давно не писала. Мои прародители, которые, чьи письма я использую, они писали, поскольку мой дедушка довольно часто не был дома. Он куда-то ехал, и от того места, где он был, он писал письма. Я когда, ну, во время академии я год училась в Америке, ну, тогда я очень-очень много писем писала, я очень-то скучала по своим родным, и это было такое время, когда я очень много писала, действительно, писем много получала. Тогда имейлов ещё не было, и телефоны мобильные не были. Письмо было единственное, как поддерживать связи. Дита, а вот вы очень известный художник, и у вас было очень много выставок, и не только в Латвии, в разных странах, в том числе международная выставка в Индии была, была выставка в Барселоне. И также ваша картина, насколько нам известно, есть в музее мафии на Сицилии. Правда это? Да. Что вот эта история с музеем мафии была связана? Расскажите нам. О, ну, это было приглашение. Я участвовала в одной-другой выставке в Болоне. Как вы сказали? В Италии, да. В Италии, да. В Италии, и это как... Ну, обычно бывает, что одно под... Притягивает другое. Одного потянет другое и следующее. И вот кто-то из организаторов выставки в Болоне тоже участвовал в этом организации музея в Сицилии. И они попросили, не хочу ли я тоже участвовать. И я хотела. У меня уже давно была такая мысль о картине с мраморным полом собором в Милане. И я как бы сделала его сверху. И там только такие туфли видны. Трое мужчин стоят, но видны только туфли. То есть трое, каждый со своей стороны. А там, где четвёртый, там я сделала как бы капли крови на этом полу. И мне показалось, что как бы это будет такое напоминание о мафии. Но тоже хотелось красоту тоже ввести в эту картину. И да, и так она поехала. И я тоже была на открытии. Это открытие было связано с неделей. Я тоже не знаю, как это перевести. Легалита. Ну, как бы... Наверное, борьбы с терроризмом как-то вот в рамках... Да, но борьбы с... Мафией, коррупцией. Да, наверное, коррупцией, скорее всего, да. Ну, так и картина там и осталась. Так что, ну... То есть её можно там увидеть. Будем иметь в виду, как только нас выпустят на волю. Дита, а у вас есть вот любимый город? Выставка у вас была и в музее, в доме Бальо Гауди, значит, в таких вот красивых пространствах. И в Индии, да, это такая экзотика. У вас есть про Венецию, Милан сюжеты. А какое место вот у вас есть, любимое, с которым вы совпадаете? Где в этом хорошо... Которое вы хотите вот фиксировать? Наверное, одного я не хочу назвать, потому что есть разные настроения. Ну, как такой центр искусства и, ну, такое место, где ты чувствуешь, что всё происходит, это для меня Лондон. К сожалению, после Брекзита, но всё равно ещё хочется сказать, что Лондон. И там как бы такое чувство, что да, что это как бы такой центр. Ну, это если думать о всём происходящем, о такой спокойствии, такой, наоборот, такой, ну, момент счастья, если можно сказать. Это, наверное, я вспоминаю Ривьеру в Франции, в городах, и Ниццу, и поменьше, эти маленькие города, и Антибы, да, это как-то такое, ну... Недаром же все многие художники, импрессионисты, да, как раз вот любили запечатлеть эти пейзажи. Ну, прекрасное, действительно, прекрасное место, хотя, несмотря на того, что такой уже туристический и как бы слишком много, может быть, людей и так, но всё равно это не мешает вот этому. Действительно, свет, о котором эти художники говорили, они правы, там действительно другой свет. Адита, а вот вы сказали, что пандемический период, период карантина, в то же время принёс и какие-то плюсы, да, не только минусы. Что за этот период, вот уже второй год, что вот для вас произошло, может быть, в вашем творчестве, в вашей жизни такое важное, что вы хотели бы запомнить и отметить? Во-первых, ну, у меня было, есть, у меня есть возможность, практически всё это время, весь этот год я живу вне Риги, и у нас есть возможность жить в нашем летнем доме, и только это теперь не летний дом, а просто стал. стал, и что это даёт? Это даёт связь с природой, и то, что ты можешь проследовать всё как, и когда много снега, и когда немножко, и как первые листья там чуть-чуть появляются, и потом чуть-чуть больше, и всё это как-то, то, когда ты живёшь в городе, ты так мало из этого получаешь. Так что это одно. Плюс. Один плюс, да, и даже, нет, я не должна это сказать, но всё-таки я хочу сказать, мне немножко даже жалко, что когда кончится пандемия, мы вернёмся в Ригу, что этого больше не будет. Ну, то есть это будет, но я не смогу это почувствовать каждый день. Но, конечно, второе — это поскольку уменьшилось количество работ, ну, таких ежедневных, я могла больше работать в своей мастерской. Я, я, это прошлый год был очень, очень таким плодотворным, я правильно использую слово? Да, 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 отлично. Много, много работ я написала, и в этом году тоже уже, ну, как бы много сделала. Так что это, ну, мы художники, мы, конечно, интроверты, и большинство нас, я так думаю, и мы, ну, не страдаем от того, что нельзя так много встретить. Ну, до какой-то степени, в конце концов, начинаешь уже страдать. Но это возможность работать больше и больше в своей мастерской, это доставляет большое удовлетворение. А нам не хватает выставок и открытых музеев очень, поэтому давайте пожелаем вам. Все будет, тем более, что у Диты уже готова практически новая выставка, много новых работ. Вот, будем надеяться, что все-таки, даже не то, что надеяться, в принципе, мы уверены, что все равно когда-то это закончится. Дита, а вот вы сказали, что, будучи студенткой из Америки, вы писали родственникам в семью письма, и они вам писали. А если бы представить, да, что вы сейчас с высоты своего жизненного опыта пишете письмо себе, 18-летней, вот что бы вы себе посоветовали, что бы вы себе написали? Ну, да, ну что я могла бы себе написать, сказать себе повзрослее и быстрее? Наверное, нет. Я думаю, что одно, ну как бы, я бы хотела, так, думая назад, я бы, наверное, хотела, чтобы я раньше, ну, может быть, надо было бы себе написать, что полагаясь больше на своё внутреннее чувство, не слушая, что тебе говорят другие, даже если эти другие твои очень близкие люди, потому что, не потому что они что-то хотят тебе нового, но твоя жизнь — это твоя жизнь, ты должен делать так, как ты чувствуешь. Потом сам можешь себя упрекать, что сделал неправильно, но это лучше, если ты сам сделал эту ошибку, чем если ты послушал кого-то другого и из-за этого сделал ошибку. Ну, такой у меня, может быть, это я бы такой. Совершенно согласна, да. Напоминаем мы, что сегодня наша программа, наша «Зелёная лампа» с помощью Диты Лусы включается для 44-летней инеты из Сала Спилса, чтобы помочь ей справиться, окончательно справиться с очень тяжёлым заболеванием. Первый этап лечения прошёл успешно, сейчас вот второй этап. На полгода нужна огромная сумма, 52 тысячи евро, ей взять негде эти деньги совершенно, поэтому она очень надеется, и трудно обращаться за помощью вот так, это действительно тяжело, но она надеется, что всё-таки удастся ей собрать эти деньги, и закончить лечение, и победить болезнь, потому что это реально. Мы можем сейчас все вместе спасти жизнь этой очень обаятельной, очень милой женщине. И для тех, кто решит откликнуться, на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» опубликована подробная история с фотографиями, там Инна-то со своей дочкой Кристианой. На русском языке есть. Да, и там опубликованы банковские реквизиты благотворительного фонда «Би Оупен». Никакие проценты или отчисления с перечисленных денег не идут, это целевое пожертвование, эти деньги могут быть использованы только на оплату счёта на препараты и на немецкую клинику. Самое главное, что действительно немецким врачам удалось найти правильную схему лечения, потому что вот это уже, в общем-то, половина побед. залог успеха. И сколько у нас осталось? Две минуты у нас осталось. Осталось две минутки. Дита, мы вас благодарим за такую интересную беседу и очень важную, вот правда очень важную. У нас осталось две, даже уже одна минута. Мы вам её дарим, и вы можете сейчас сказать всё, что вы хотите нашим радиослушателям. Ну, я очень тоже хочу призвать радиослушателей думать об инете и о том, что в человеке есть надежда на жизнь и есть надежда на счастье. И думать о её семье, которая волнуется о ней. И я очень желаю, чтобы она тоже почувствовала эту любовь от людей, которые будут ей давать деньги, и что это делается с любовью. Почувствовать это тоже, и чтобы это ей дало силу противостоять болезни тоже. И телефон 9306384. 1 евро 42 цента. Вот кто может набрать этот номер? Спасибо огромное. Дита, спасибо вам большое. Мы были очень рады с вами встретиться. И вот, да, даже в условиях локдаунов и карантинов у нас всё равно есть возможность, спасибо интернету, поговорить с вами. Всего вам хорошего. Будем ждать вашу выставку. И огромное спасибо всем радиослушателям, которые откликаются. И следующая программа выйдет в следующий вторник. Всего доброго. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-6-3-84 Плата за звонок 1 евро 42 цента. Хочешь выиграть 100 евро? Зайди в свой профиль via SMS-EOW и ты автоматически...